Всем большой привет, друзья! С вами Алексей и вы на канале Семья на море. И сегодня я вам расскажу и покажу, сколько же стоит отдохнуть в Сочи на майские праздники, как с перелетом, так и просто забронировав отель. Но начну я с того, зачем же вообще нужно ехать в Сочи на предстоящие праздники. В Сочи прекрасное место, чтобы провести эти мини-каникулы в относительном спокойствии и тишине. Ведь основная масса туристов еще не приехала, они ожидаются ближе к середине июня. Еще нет жары и в мае стоит прекрасная, умеренно теплая погода. У нас уже сейчас вовсю загорают, температура воздуха около 21 градуса, солнце греет, так что бронзовый загар вам точно обеспечен. Также большим спросом пользуются лечебные туры в Сочи именно на майские праздники. Также привлекают туристов в Сочи именно своими ценами. Сейчас можно отдохнуть и на майских праздниках в 2-3 раза дешевле, чем это будет стоить в июле или августе. В мае особенно комфортно посещать разнообразные экскурсии, такие как Красная Поляна, водопады, различные озера, экскурсия в Абхазию. Ну а еще для любителей вкусных овощей и фруктов в мае поспевает местная кубанская клубника. Она очень вкусная и в Сибири вряд ли бы такую когда-либо попробует. Ну а вообще в Сочи стоит ехать в любое время года. Сочи прекрасен и зимой и летом. Итак, ну давайте перейдем к самому интересному. Посмотрим цены на туры в Сочи. Для этого можно использовать несколько сервисов, такие как tourvizor.ru, но я предпочитаю использовать свой сайт нашего турагентства. Итак, вот мы перешли на сайт Family Travel. На основной странице вы можете видеть, какие есть туры с вылетом из Тюмени. Ну и также можно выбрать любой свой город. К примеру, Москва. И вам подгрузятся уже страны с вылетом из этого города. Например, Кипр, Тунис и так далее. Но сейчас нас интересует именно Сочи. Для этого мы выбираем вкладку поиск тура. Интерфейс очень простой и интуитивно понятен. В этой строке необходимо выбрать страну, город или отель. Мы выбираем Россия. Предполагаемые даты вылета. Давайте поставим 20-27 по 3 мая. С 8 начинаются каникулы, но можно на денек отпроситься, поэтому мы оставляем такие даты. Значит, на чей выбираем? Посмотрим с 7 до 10 ночей. И на двух взрослых людей. Также мы выбираем курорт. Сочи. Красная поляна. Выбрать. И нажимаем найти туры. Весь процесс поиска занимает не более 2-3 минут. Давайте рассмотрим вылеты из нескольких городов России. Москва, Екатеринбург и Тюмень. Итак, вот туры из Москвы у нас подгрузились. Вот самое дешевое предложение. Это на Красной Поляне. Приют Панды. Хостел. И на 8 ночей с 3 мая всего лишь 18 тысяч рублей на двоих. Это включено уже и перелет, медицинская страховка, трансфер. Я вам предлагаю рассмотреть те отели, которые я рекомендую. На Красной Поляне, Сочи, Олимпийский парк. Вот мы их сейчас вобьем здесь и посмотрим на них цены. Выбираем сначала Сочи. И выберем отели, которые, по моему мнению, являются самыми популярными и интересными для туристов. Так, вот очень интересный отель Green Club. Он находится в районе Приморья, прямо на курортном проспекте. Рядом основка общественного транспорта. И цена в этот отель составляет 30 тысяч рублей на двоих, на 7 ночей 1 мая. Еще и включен завтрак. Я считаю, что это отличная цена с перелетом. Давайте еще посмотрим отели. Также очень рекомендую отель Parking by Redison. Он находится в самом центре Сочи, в трех шагах от железнодорожного вокзала. В самом сердце Сочи. Рядом находится пешеходная улица Новогинская. Там можно отлично погулять. И до моря пройтись пешочка минут 10 в одно удовольствие. Цена на сегодняшний день 58 тысяч рублей. Также включен потрясающий завтрак. Если вы хотите находиться прямо в гуще событий, где рядом вся инфраструктура, то отель Parking будет отличным вариантом. Также можно рассмотреть такие варианты, как Жемчужина, всем известный отель, где есть бассейн с морской водой Merkur и Hayat. Hayat это один из самых дорогих отелей, которые я вам сейчас представляю. Жемчужина. Hayat. Merkur. Давайте посмотрим цены. Итак, Жемчужина мы видим, что 57 тысяч рублей. Это завтрак-ужин включен в стоимость уже. Merkur подороже 63 и Hayat самый дорогой 122 тысячи рублей. Но это уже настоящий такой делюкс, качественный отель. Кстати, если вы хотите немного сэкономить, то обращайтесь в наше турагентство и обязательно называйте промокод Семья на море. Мы вам сделаем специальное предложение или скидку в 5%. Кроме того, мы организуем эксклюзивные экскурсии в Абхазию, а также по Сочи, например, на частную винодельню, где вы можете абсолютно бесплатно продегустировать домашнее сочинское вино, чачу, а также другие вкусные настойки. И очень важно, что это все из натуральных продуктов собственного приготовления. Давайте теперь посмотрим, сколько же эти самые отели стоят из Екатеринбурга и Тюмени. В этой графе выбираем Тюмень и также нажимаем найти тур. Из Тюмени приблизительно в два раза цены дороже. Вот Green Club из Москвы 30, из Тюмени уже 61 тысяч. Вот такие цены. А Хаят примерно такая же цена. Еще чем удобно пользоваться данным сервисом, то что вы можете нажать на определенный отель, кликнуть вот так вот, и вся информация вам об этом комплексе или отеле будет доступна. Фотографии, отзывы, рейтинги, описания, что предлагает тот или иной отель и что включено в тур. Теперь давайте посмотрим Екатеринбург. Цены из Екатеринбурга уже подешевле. Вы сами все видите. Это уже на 9 ночей 3 мая. Завтракаем. Так, а теперь давайте рассмотрим варианты с отдыхом в Олимпийском парке. Ну, рекомендованные отели, как всегда, всем известный Сочи парк. Давайте также посмотрим бархатные сезоны. Все комплексы выберем. Дальше давайте Бридж Резорт. Хороший детский отель. Богатырь. Давайте что-нибудь еще из лакшери-отдыха Реддисом. Резорт энд спа, потому что конгресс подешевле. Давайте тоже его отметим. Итак, мы видим, что с Екатеринбурга в бархатные сезоны цены от 33 тысяч рублей. Сочи парк у нас стоит 44. Бридж Резорт 67. Ну и повзрастающий. Это туры из Екатеринбурга. Давайте посмотрим из Москвы. Как мы видим, цены здесь уже подешевле. От 25 тысяч рублей. Представляете, это на неделю. На неделю. С перелетом. И с трансфером даже. На двоих. Сочи парк 29. Бридж Резорт 45. Ну, вы можете вбить отель, который вам хочется. Итак, давайте посмотрим, что предлагают туроператоры в Красной Поляне. Снимаем галочку Сочи и отмечаем Красная Поляна. Какие я рекомендую здесь отели? Ну, во-первых, всем известны горки, апартаменты. Давайте также поставим Беларусь. Очень приятно там находиться. Даже есть бассейны. Горки. Панорама. Отличный комплекс. Здесь хорошая спа-зона, бассейн. Мы как-то отдыхали там. Тоже снимали об этом видео. Для любителей казино советую бронировать отель Marriott. Где вы можете, не выходя из самого отеля, попасть в игровую зону. Сочи, Marriott, Красная Поляна. Ну, и давайте посмотрим цены. Итак, что мы видим? Что горки город Апарт-Отель, как всегда, делает самые привлекательные цены на неделю с 27 апреля из Москвы с перелетом 23 тысячи рублей. Беларусь 26, горки панорама 47. Причем завтрак включен. Завтрак там просто потрясающий. Это не просто завтрак, это ужин, наверное. Там есть все. Ну, из Сочи, Marriott, Красная Поляна 65 тысяч рублей. Ну, и как вы понимаете сами, что Marriott – это действительно уже хороший уровень отеля. Где отличный сервис, отличная спа-зона. Скучать вы там точно не будете. Тем более, на Красной Поляне сейчас сделаны отличные условия для отдыха как летом, так и зимой. Кстати, для тех, кто предпочитает Лазаревку, рекомендую вам отель Eco. Отель Озеро Дивное – это замечательное место. Это ряд коттеджей, которые расположены вокруг озера и совсем рядом с пляжем. То есть вы можете и порыбачить, и позагорать на пляже. Так, и его цена из Москвы с перелетом, с трансфером – 31 тысяча рублей. Кстати, чтобы оставить заявку на нашем сайте, достаточно оставить вот здесь вот свой номер телефона, нажать «Жду звонок», и наши менеджеры перезвонят нам в течение 3-5 минут. Также можно задать вопрос вот по этой ссылочке ВКонтакте, напрямую попадает в нашу базу. И мы уже свяжемся с вами в социальных сетях. Также удобно на нашем сайте то, что можно всегда смотреть «Горящие туры». Есть вкладочка «Можно перейти» и уже посмотреть, какие же «Горящие туры» есть с вылетом из того или иного города. Вот, к примеру, в данный момент выделен на Тюмень. И мы видим здесь, какие скидки существуют на туры. Можно выбрать любой другой город. Давайте выберем Москву. И вот смотрите, какие же есть предложения. В Абхазию за 11 тысяч рублей. Отличное предложение. Давайте сейчас посмотрим, сколько же стоит отдохнуть в Сочи без перелета, бронируя только отель. Я уже предварительно вбил 10 отелей, которые мне наиболее нравятся. Я рекомендую их посещению. Здесь просто меняем город вылета на вылет без перелета. И нажимаем кнопку «Выбрать» и «Найти туры». Итак, система произвела поиск. За неделю отдыха с 27 апреля апартаменты предлагают стоимость 8 312 рублей. Согласитесь, довольно хорошая цена. Также можно отдохнуть в Сочи парк-отеле за 14 тысяч рублей. Грин Клабк, что находится в районе Приморья, уже 18. Хочу обратить ваше внимание на санаторий Заполярье, где можно отдохнуть 7 ночей за 40 тысяч рублей. Здесь уже будет полноценное трехразовое питание. Кроме того, можно взять еще и лечение. Далее идет Паркин. Если вы хотите жить в будущей событии в центре Сочи, отличное предложение. Жемчужина. В Сочи Мариот. И Хаят уже подороже. Как вы видите, к примеру, что касается Паркин, или Жемчужины, или Мариот, или тот же Хаят, выгоднее приобретать вместе с туром, так как цены приблизительно одинаковые, что с туром, что бронируя только отель. Но если вы собрались на майские праздники на своем автомобиле, то на неделю вы можете прекрасно отдохнуть за 8 тысяч рублей в горке город. Цены достаточно демократичные. Некоторые говорят, что отдыхать в Сочи очень дорого, но вы сами видите, что цены довольно низкие, и это на майские праздники. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всегда рады вашим теплым комментариям и лайкам. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно делитесь этим видео в социальных сетях. Приезжайте в Сочи, отдыхайте в Сочи. Всем хорошего настроения. До скорых встреч и пока-пока.